Бу, страшно? А мне нравится. Сегодня открытый рот, потому что я сегодня суфлирую, вам показываю, как я делаю альгинатные маски, ребята. Так что хотите узнать, как делать альгинатные маски дома, в квартире, у себя в ванной комнате, а не ходить по салонам красоты. Оставайтесь со мной, сейчас вам покажу, как я пользуюсь и как разводить маску Тиана в домашних условиях, как я пользуюсь, пробую новую сыворотку, все-все-все, вам сейчас покажу. И давайте продолжаем смотреть. Добро пожаловать на канал Иринка Мискик, на канал о красоте уходит за собой, еще немножечко больше. И да, меня зовут Ирина, так что сейчас замолкаю и смотрите дальше, как же разводить эту маску и наносить ее правильно и быстро. Ну что, что нам нужно для того, чтобы сделать альгинатную маску? Собственно говоря, вода, мисочка, где это все будет, ложечка и сама альгинатная маска. Как вы поняли, сегодня я вам рассказываю о альгинатной маске от бренда Тиана. И могу вам сказать, что это те маски, которые, в принципе, они доступны по цене, они доступны по досягаемости. То, что вы можете ее купить практически онлайн точно везде и в магазинах сетевых, таких как Ревгош, они тоже продаются, у них есть корнер. Собственно говоря, вот эту маску покупала я там и на скидках, в каких-то акциях можно купить за очень хорошую стоимость. Ну так вот, у меня в этот раз идет альгинатная маска энергетическая, тонизирующая жизнь с шенем и витамином С. Я сейчас буду ее насыпать в мисочку, здесь у меня холодная вода. И сразу же, ребят, скажу, если вода теплая, прям такая, знаете, как бы теплая вода, то маску нужно делать намного быстрее и ничего сложного нет в использовании альгинатных масок дома, просто нужно приноровиться. Я сейчас буду делать, как вы поняли, одной рукой, потому что тот штатив, который у меня был для держания камеры телефона, у меня как бы он, да, он у меня поломался. Я еще себе не купила свежий, поэтому буду делать, как обычно, все одной рукой и постараюсь, чтобы все получилось с первого раза, потому что у меня, по-моему, это уже последняя сашетка. Я очень люблю альгинатные маски и советую, ребят, проводить такие процедуры. Альгинат выглядит вот таким образом, это просто, как вы видите, порошок, в этот раз тут порошок зеленого цвета, потому что здесь, я так понимаю, из-за водорослей. Ну что, тут у меня, мы с вами в ванной комнате, давайте я буду это все делать одной рукой, и главное, чтобы все же это было запечатлеть правильно. Почему я беру ложечку? Потому что в соответствии, к примеру, если вы берете 30 грамм, по-моему, альгината, то вы берете 90 миллилитров воды. Я сейчас посмотрю, сколько у меня координата, я думаю, что вот этого количества на лицо мне должно хватить. И тут еще на один разок осталось. В среднем я использую где-то на лицо около 10 грамм. Да, вот так вот сделаю маски. Сейчас я ее закрою, у меня, как вы знаете, все с прищепочкой, девчонки, ребят, красоточки мои. Как скуптуру штатив, все будет проще, но я вам давно обещала снять подобное видео, поэтому у меня все, как обычно, в формате живых видео, поэтому прощайте, извиняйте. Так, ну что, вытираю ложечку и поехали наливать. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Вот так вот сделаем и начинаем интенсивненько размешивать. Так, давайте еще чуть-чуть. Ну, чуть-чуть подольем. Сейчас я ее перемешаю быстро. Вот я ее перемешала, как видите, комочков нет. Все замечательно, все хорошо. Сейчас ее нужно достаточно быстро нанести на лицо. Основой под маской будет, это идет эмульсия от Тиана, новинка. Скоро я, вы уже, наверное, не узнали, я вам рассказала в своем видео о ней, о новиночках. Так что давайте сейчас нанесу эту сыворотку биоэмульсию и сверху нанесу альгинатную маску. Поехали. Ну что, погнали. Я сейчас ее встряхну, вот эту вот ампулку. Я думаю, что мне ее хватит на несколько раз. Для меня это будет прям... Я ее выливаю на ладошку. Я так всегда, кстати, делаю. Да, вот так вот у меня. Ай, как травками пахнет. Она прям масляная-масляная. Делаем все по массажным линиям. Ох, запах у нее какой, ребята. Она очень масляная. Она прям масляная-масляная. Посмотрим, как она будет работать. Я сегодня первый раз наношу. И следом моя альгинатная маска. Я ее не наношу, сразу скажу, кисточками. Я ее делаю так, как удобно мне. Я ее делаю так, как удобно мне. Нет ничего сложного, но и простого тоже нет. В общем, главное, ребят, надо приноровиться. Как ее делаешь, нужно приноровиться. Потому что зачастую, когда я помню первый раз сделала маску, я никак не могла к ней приноровиться. Потому что это такой достаточно процесс. Вот это ровно то количество, которое мне нужно. Но альгинат очень достаточно быстро схватывается. Так что нужно успеть нанести равномерным слоем. Чтобы все было окей. Смотри на себя в зеркало, потому что я вас поставила на зеркало. Вот так вот. Вообще, я люблю маски Тиана. Они очень легко разводятся. Они очень приятные к лицу. На них, еще раз повторюсь, приятная ценовая политика. И приноровиться, пользоваться данными масками можно вообще очень быстро. Так, у меня тут еще есть арминат, так что я немножечко сюда потолще сделаю. Края делаем такими, чтобы можно было снять маску. Как вы видите, я сегодня рот не закрываю. Все, на пальцах уже альгинат застывает. Все. 2 минуты на то, чтобы нанести данный альгинат. Сейчас ждем около 30 минут. И потом убираем эту маску. Как это будет сниматься, все я, конечно же, вам покажу. А сейчас главное замолчать. И помолчать 30 минут для того, чтобы абсолютно все мышцы расслабились. И главное, чтобы помимо того, что расслабились, мышцы убрались морщины. И еще вся сыворотка глубоко прониклась. Так что через 30 минут мы с вами увидимся, как я это буду все смывать, снимать. Прошло целых уже 25 минут. У меня маска подсохла. Она хорошо выпитала кожу. Там, где сыворотка осталась эссенция. Она такая масляная. Посмотрим, что будет дальше. Смотрите, сейчас эту маску главное вот так вот снимать. Снизу вверх поднимать. Так как у меня здесь все подсохло. Я сейчас возьму и вот это все просто подмочу, чтобы можно было легко это все, собственно говоря, и безболезненно снять. Когда делаешь так, что вот этот весь рот, он у тебя тоже закрыт, вот таких вещей нет на самом деле. Оно все, ну, все проще. Но мне же нужно было вам сегодня все рассказать. Поэтому ничего страшного, если от одного раза хуже не будет, но вы прям закрываете рот. Так, я все бросаю в раковину и смотрю на себя в зеркало. Вот эти все остатки, их можно будет потом просто подтереть. Вот этот подальше. Опа! Никого не напоминает? Там, где было тонко, оно просто напрочь высохло. Что могу вам сказать? От этой сыворотки. Она под маской прям практически вся впиталась. И я так понимаю, что вот эти вот биоэссенции, которая, она лучше подойдет именно как раз под альгинатные маски. Я ее так и буду использовать, эту зелененькую, которую я вам сегодня показывала. Я ее уже просто брала в холодильник. Вот и все. Если вы видите, что вот это идет краснота, это нормально, это в принципе парниковый эффект. Все с волос убираем, чтобы все было благополучно. Я думаю, уже не надо здесь, правильно? Бровка. Кстати, бровки, если тоже смазывать сывороткой, когда попадает маска. Сейчас возьму ватный диск, когда на бровку попадает данная маска. И если вы ее до этого смазывали сывороткой, то в принципе вся будет благополучно. Просто остатки маски, то, что я высохшая, и мне ее так просто не убрать, мы стираем ватным диском. Кстати, ватный диск окрашивается в зеленый цвет. Производитель писал о сыворотке, которую я наносила перед этой маской. Мне тут нам бы осталось. Она не должна окрашивать. Ну, в принципе, ничего критичного. Главное, что сыворотка, она идет максимально натуральная. И в нее состав просто меня покорил. Так. Сейчас вот это все смочим, чтобы это все сошло. Так что вот так вот, хоп, видели? Одним движением и все. Конечно, в салоне, когда вы придете к косметологу, в косметологический кабинет, она вам своими набитыми пальчиками уже и набитой рукой намного быстрее все сделает. Но дома вы можете сделать в любое время. И это будет стоить намного бюджетней. И действует так что вот так вот. Вот такая вот масочка альгинатная, которую я вам хотела сегодня показать. Надеюсь, данное видео вам было интересным, полезным. У меня все впиталось, мне все нравится. Я даже скажу больше от этой сыворотки биоэссенции. Мне не хочется наносить дальше свой крем, потому что кожа максимально напитанная. Она такая... Посмотрим на утро, как она будет выглядеть дальше. Но мне ничего не хочется дальше наносить. И это плюс, кстати, альгинатных масок от бренда Тиана и сывороток. Вот этого бренда, когда хоп весь уход и можно больше ничего не использовать. Но если сыворотка не такая активная и жирненькая, как сегодня я себе наносила, то я иногда наношу какой-то крем. Но сегодня этого не будет, так что вот так. Надеюсь, данное видео для вас было интересным и полезным. Вы для себя что-то почерпнули интересненькое. И может быть даже так же, как и я научитесь делать альгинатные маски, если вы еще не делали. Если вы еще не делали и попробуете альгинатную маску, обязательно дайте знать под этим видео, какую маску от бренда Тиана вы попробовали, и как вам понравился эффект или нет. Я пошла ложиться спать. Как вы видите, я уже с маской для глаз. Так что всем спокойной ночи, если у вас вечер, либо доброе утро, если вы смотрите меня с утра. Я вас всех люблю, целую. Большое спасибо, что вы со мной. Не забывайте подписаться, конечно же, на мой канал, на канал Иринка Мискик. Не забывайте подписаться на мой инстаграм Мискик 9970, где-то здесь, либо здесь будет ссылочка на канал, точнее, как называется, мой инстаграм. Всех люблю, целую, увидимся в скором будущем новом видео. С вами была ваша Ирина. До новых видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok